Итак, всем привет, с вами Михаил Драгдрагон, мы продолжаем проходить We Are Not Alone, это мод к сталкеру, и сейчас мы узнаем у многоуважаемого господина Антона Абалкина, как у нас проходят дела с расшифровкой. Как проходит расшифровка? Было сложно, но я смог вытащить последнюю запись Боуи. И что же в ней? Ну, в общем-то, всё, о чём мы уже догадывались. Впрочем, лучше сопрочти сам. Так и сделаю. А ты прям собираешься отправиться туда? Да ещё и в одиночку? У меня мурашки от одной лишь мысли насчёт того, что там может таиться. Выхода нет, впрочем, можешь оставить мне компанию. Понимаешь, такое дело. Понимаю и не осуждаю, бывай. Так, читаем. Двинул Кельвину по шлему и приказал двигаться дальше. Никто не посмел издать ни звука. Подвигаемся. Далее. Пещера покрыта непонятной субстанцией, внешне похожей на органику. Комов взял несколько образцов на земле. Их смогут изучить. Показания свидетельствуют о наличии пригодного воздуха. Он упал на камни и разбил стекло шлема. Мы отогнали её огнём. Но когда перевернули Комову, тот был уже мёртв. Камнем ему размажило всё лицо. Придурок Кельвин снова начал своё нытьё. Я приказал. Твою мать, этот идиот сумел меня вхитрить, угнав вездеход и сломать врата. Не знаю, как долго буду добираться сюда пешком. Сил почти не осталось. Теперь сюда наверняка прибудет подмога земли. И кто знает, что тут может начаться. Надо только добраться до бункера. Вот такие дела у Боуи. Ну что же, а мы выдвигаемся дальше. По сюжетцу. Я долго думал, что же делать. Долго думал, думал. И решил, что надо подумать в другом месте. Поэтому я решил подумать вместе с такой прикольной штукой, как Интернет. И благодаря Интернету я понял, что мне дальше делать. Сейчас мы будем выполнять задание. Сейчас покажу. Задание называется Источник Бет. Значит, нам нужно найти Луноход. Я уже ранее его находил, по-моему, даже в первой части. Я на него тоже обращал своё внимание. Оказывается, к этому луноходу нужно подойти и просканировать её с помощью нашего сканера. А дальше мы узнаем результаты. Да, кстати, насчёт музычки. Музычку я решил не вставлять по причине того, что, во-первых, музыка у нас может сбиться, она может потом не проигрываться. Это же предполный. То есть у нас пол-видео будет играть музыка, а потом даже ничего не будет играть. Это странно. Ну, во-вторых, мало ли, что будет какая-нибудь своя музычка, может быть, какая-нибудь атмосферная. Поэтому я решил всё же, что не надо кассовать музычку. И плюс, как бы, мы же находимся в вакууме, на луне. Атмосферы нету, поэтому должна быть такая тишина. И вот так вот. Вообще, я не знаю, как догадаться про луноход. Это из тех загадок, где там надо, например, как в этих, есть такие квесты, там надо найти какую-нибудь маленькую вещичку, её хер найдёшь. Так же и тут. Этот луноход, это та вещичка, вещичка, которую хер найдёшь и непонятно, что с ней делать. Вот ещё, а Балкин зараза, конечно. С нами никуда не хочет идти. Чё-то он там боится. Нервы у него сдают. А как... Блин. Пребудет помощь. Он нас с первого всех бросит. Скажут, отставайтесь здесь, а я один улечу. По-моему, я сказал, он нас с первого. Он нас с первых здесь бросит. Так будет вернее. Ну что ж, луноход. Отлично. Мы выполнили задание источник бед. Теперь возвращаемся обратно, обратно, тем же путём. Ох, мы идём обратно, обратно к базе нашей. Там нас ждёт учёный, учёный, и Балкин, и Боумен, а учёного зовут Ефремов. Он такой учёный, он знает всё. Он нам всё расскажет и про кристальчик, и про... и про расшифровку. Вообще, нам нелогично просто отсиживаться здесь, потому что у нас кончатся запасы, что мы будем делать? А вдруг помощь земле не прибудет? Да и мне надо бы как-то вернуться в прошлое. Не хочу я в этом будущем. Да и на Луне не так классно. Пусто. Еда не растёт. Электричество, наверное, тоже не вечное тут. Развлечений мало. Разрешу там с этим с Боуманом в шашки поиграть. Да и вообще, с тремя мужиками находиться всё время. Эээ. Не. Лучше сдохнуть за правое дело. Вон она уже база, а мы опять задыхаемся. Вот, блин, если бы я был читером, я бы скачал себе какой-нибудь чит на бег, но, к сожалению, я не читер. И был бы у меня вечный бег, не было бы никаких проблем с этим. а так приходится бегать и он будет всё время задыхаться. А там, вон, видите, Мадагаскар, вот этот остров Мадагаскар, там водятся лемуры. Это, по-моему, единственный остров, единственное место, где водятся лемуры. Такие прикольненькие, няшные существа. Я бы хотел его погладить, лемурчика. Скорее всего, он меня укусил и сказал такой сказал, и потом у меня был бы укус, а потом у меня было бы бешенство. Я бы записывал видео бешеный, я бы все время матерился, ломал бы все, крушил. Давай, беги, быстрей. Беги, беги. База уже совсем рядом. Что же нам скажут ученые по всему этому поводу? Пипи, пипи. Наконец-то я дошел. Закрывайся дверь. Ну, здравствуй. Да-да. Сканер принял данные сброшенного лунохода. Надеюсь, это поможет нам понять, что тут происходит. Не думал, что здесь может быть луноход. Разве мог он что-то достичь? Сканер точно считал данные? Проверьте. Так, данные имеются, но их необходимо расшифровать. Это займет некоторое время. Хорошо, могу задать вам вопрос? Вы уже его задали, правда? Шутка. Слушаю. А Валкин тут высказал мысль, что вас могли подставить и, зная о происходящем, специально послал... специально послать сюда. Я, конечно, его постарался отговорить, но... Вы так просто мне это рассказываете. А что, если кто-то из нас рискует? А что, если из нас кто-то курирует происходящее? Я? Или Боуман? Или сам Балкин? Рискуйте, лейтенант. Не думаю. В конце концов, мне плевать, что тут здесь у вас за закулисное негрище. Я всего лишь хочу вернуться домой. Все же советую быть осмотрительнее в своих высказываниях. В его словах, как ни странно, есть рациональное зерно. Этим можно объяснить и вооруженных андроидов. Отчасти. Странно это все. Так, ты мне не все это сказал. Давай насчет врат. Я нашел Кристаллаз врат. Правда? Любопытно. Можно знакомиться? Только осторожно. Я, к сожалению, не той специальности, но даже мне видно, что структура весьма необычная. Было бы неплохо подвергнуть его анализу. Лучше его лишний раз не трогать. Когда разберемся со всем здесь происходящим, вы сможете следовать сами. Врата. Резонно. Мне удалось вычислить местоположение источника сигнала, сведшего с ума технику. Рискну предположить, что это есть, эти ваши, так называемые, врата. Так, покажите, где они находятся. Бомон отредил вас и держать со мной связь. Наш капитан снова решил загрести жар чужими руками? Это была моя инициатива. Если мы не пойдем, если мы не поймем, с чем столкнулись, прошлая экспедиция и не решим эту проблему, нам никуда отсюда не деться. Я тоже думал об этом. Действительно, должны быть причины, по которым к нам еще не прилетели или не связались. В конце концов, научный интерес никто не отменял. Ты готовы выдвигаться? Поехали. Так, ну что? Я же говорил, что это реально врата. Я знал об этом. Да-да, это, это и есть врата? Я уже их видел. Подумал, просто странные груды камней. Я так не думал. Если верить приборам, то да, видеть эти кристаллы наподобие того, что было у Келлина. Думаю, это о чем-то говорит. Наверное. Ну что ж, тогда выдвигаюсь. Удачи вам там, потомки. Погодите. Слушайте. Я понимаю, на что вы идете ради совершенно незнакомых людей. Незнакомых людей. Не знаю, вернетесь ли вы оттуда. Сплюньте! Что? А, понял. В общем, мы все, и Боуман, и Обалкин, и я благодарный вам. Вы буквально появились из ниоткуда и спасли наши шкуры от андроидов и пытаетесь спасти. Теперь это дорогого стоит. Я обрадован, что наши предки... Я вас понял. В моем времени работа у меня такая, спасать людей. И тут ничего не поменялось. И все равно, спасибо. Мы вас не забудем. И думаю, наука тоже. Вот уж спасибо. Уверен, мы все выберемся отсюда. Удачи, я буду ждать. Здесь некоторое время, мало ли что. Понял, спасибо. Я так... А вдруг это вообще какой-нибудь наш сон просто? Мы, может, там в обморок упали в 98-м году. Что делать-то надо сейчас? А, все, то есть я попал в врата и... Где мы сейчас окажемся? Ой, какие звуки. Ох ты, е... Вот это жесть. Охренеть. И что это за артефакт такой? Непонятно. Ах, тут люди. Здрасте. Да-да. Что здесь? О-о-о, еще один заскочил на огонек. Присаживайтесь, капитан Боумен. Э-э, я не капитан Боумен. Но на вас его скафандры, хотя не важно. В любом случае, вижу у вас много вопросов. Слабо сказано. Спрашивайте. Спешить нам некуда. Только говорите тише, а они то нас могут найти. Что тут происходит? Не знаю. Известно ли вам о судьбе сильных участников четвертой лунной экспозиции под командованием майора Боуи? Я и сам то о них ничего не знаю. Наверное, их убили. Так же, как и беднягу Комова. Это ужасно. Просто ужасно. Им удалось... А, им удалось выбраться, но они все равно погибли от иных причин. Так что вы единственный выживший, товарищ Кондратьев. Кто убил Комова? Здесь есть еще кто-то? Товарищ? Так уже давно никто. Впрочем, не важно. О да, мы здесь не одни. Я... как это объяснить. Вы не поверите. Вы сидите на непонятной красной сети перед костром в компании фашиста и деда с берданкой, одетый в скафандр. Думаю, поверю, думаю, поверю. Инопланетяне. Маленькие зеленые человечки. Ну, в общем-то, да. И не только. А тут есть еще какие-то прыгучие твари. Я или смог спрятаться. Сейчас, от часу не легче. Ладно, к этому мы еще вернемся. Как вы вообще смогли тут выжить? МЗ в скафандре. Система переработки жидкости и жажды жизни. Я уже потерял часто времени, а часы накрылись. Сколько я здесь? Около трех недель, если следить по дневнику Кельвина. Боже. У меня есть еще вопросы. Спрашивайте. Спешить нам некуда. Только говорите тише. Они то нас могут найти. Кто эти люди? Тут что, фашист? Фаши? Эээ, не понимаю. А вы Гейгера имейте ввиду? Эээ, это что-то плохое? Ладно, промолчим. Мммм, у вас в будущем туговатся история, так я понимаю. Наверное, у вас, а у вас в прошлом. Вы же оттуда. Достаточно, чтобы понимать, что, такие как он, сотворились в нашей истории. Где их вообще нашли? Услышал шум и крик, и решил спуститься. Когда я увидел этих двоих, чуть с крыши не поехало. Во второй раз дед кричал молитвы и тыкал нательным крестиком в немца, а тут пытался его отпихнуть прикладом. На шум прискакали эти прыгнули. Один прыгнул на деда, но я успел его подстрелить. Выбил их сюда. Что же было делать? Это было давно? Не знаю. Без часов. Я, в общем, я совсем потерялся. Вроде не так, чтобы очень. Все веселее и веселее. Как же они тут оказались? Лучше спросить их самих. Универсальный переводчик встроен прямо в скафандр. Этим и займусь. Хотя, вот еще что. Спрашивайте, спешите там некуда. Где мы? Хороший вопрос. Где это очень глубоко во всех этих смыслах? Мда, как я понял, мы по-прежнему на Луне, точнее под ней. Хотя, я ничего не могу гарантировать. Здесь все в какой-то слизи. Как ни странно, я это заметил. За все время, что я здесь нахожусь, биомасса была наименьшая из проблем. Мне не кажется, что она опасна, но зачем она нужна им? Ума не приложу. Вы не пытались выбраться? Так, дайте с трех раз. У меня разбился шлем. Пытался, в разы они работают. Кельвин убегаясь, выломал один из кристаллов. А я починил. Сейчас они должны заработать. А то мало. Когда мы сюда прибыли, от них исходило поле, что ли. Короче, ощущалось, что они рабочие. А теперь нет. Мы тут застряли. И что теперь делать? Сидеть и ждать, думать. Ладно, еще кое-что. Спрашивайте. А, у меня все. Господи, Иисусе. Действительно, фашистый дед. Охренеть. Ну ладно, пойдем к фашисту сначала. ДОЛЬЧЛАН СОЛДАТЕН УЛЬТРАН ПЕТЕРАН ЭЙ! Осторожно смотрит. Хеллоу, говорю. Ферштейн? Так, переводчик не рабо... Так, переводчик рабо... Работает. Работает? Вроде бы. Тебя контузило, что ли, Фриц? Смотрит в глаза, потом утрачается. Ну, допустим. Ну, че-то он не хочет с нами говорить. Дед! Да-да. Че они все тут Додакает, додакает. Ох, ещё одну грешную душу сатана прибрал. Тядасть за что, сынок? Да ни за что, дед, ты прям думаешь, что в ад попал? А то куда ж ещё? Заре пошёл, а значит, прямо промышлять. Знатный такой вепрь сын третьего дня видел там, на берегу грейтовки. Так значит, иду, а я по лесу, а передо мной как-то засияет, так заискрится, в ушах звенит, всё вокруг зыбкое, как в болоте, просыпаюсь, а тут эта бестия железкой своей лежит. И сразу понял всё. Отмучился Никанор. Прощайте, дети, прощай, бабка моя, только непонятно мне, почему же в ад меня Господь послал, никому зла не желал, по-людски жил. Дед, ты погоди, не умер ты, ты в будущее попал, а мы считаем дети твои. Ох, хороши предки, что тоже в ад попали, путай меня сколько хочешь, а я на ваши бесцовские уловки не поведусь. Не пари горячку, старый, какой сейчас по-твоему год? Последний мой год на земле, ты грешный, да и тот вышел. Да послушай же. Отче наш, ежей си на небеси, всё понятно. Да. Вот это прекрасная компания просто. Учёный, дед и фашист. Охренеть. Прекрасно. Блин, реально какая-то биомасса, это всё состоит из биомассы. Так, я лучше с оружием, так безопаснее будет. Ай, тише. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, да что за херня? Понятность. Надо быть... Да, блин, опять эта сложность жёсткая. Главное, что я хоть сохранился. А то ж... Совсем... Бред бы был. А если бы я это оружие не брал? Вообще круто. Так, где вы там? Блять, блять! Да... Да ну вас в жопу. Да беги ты. Так, минус один. Передряжайся, сука! Сука, блин! Да всё, жопа, у меня кровотечение пошло. А бинтов всё равно нету. Ну да, надо загружаться. Блин, как сложно, а? Всё, началось. Ну, понятно, опять кровотечение. Да... Сложноватенький мод. Жёсткая пещерка. Чё за артефакты вообще тут? Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Где они? Ай, блять, они умеют лазить по этим. Ой, извините, замат, конечно. Но я не ожидал просто, что они реально умеют по этим лазить. Штуковином. Что это вообще за существа такие? Мы действительно как будто в ад попали. Гляньте на них. Ё-моё. Диане. Хоть бы эти шли помогли мне, а? Ещё лезет. Да сколько вас тут? Всё, что ли? Наде... Нет, ещё лезут. У них там чё, респаун, что ли, или чё? Да, сука! Последний хоть был интересно. Блин, реально, вроде последний был. Айч. Так, а куда мне тут выдвигаться? Блин, а стремновато немножечко. Что-то есть в этом. Так, сохраняемся. Да. Правильно сохранился, кстати. Главное, чтобы патрон хватило. Интересно, можно ли это всё пройти без оружия? Это жесть. Это же жесть. Фу. Бе. Всё, бросло какой-то биомассой. А мы всё ниже и ниже. Спускаемся. Куда уж ниже-то? Чё делать-то надо? В пещере. Да лабиринты какие-то просто. Вроде этого ко мне не помню. Блин. Куда я иду? Как всё запущено? По-моему, я тут был. Неужели я хожу кругами? Или я попал в какую-то пространственную аномалию? Круто, тупик. Чё дальше? Я здесь был вроде, да. Блин. А может тут надо что-то делать? Тут какие-то вот столбы. Интересные. Он задолбал задыхаться. Давай быстрей. Ээээ. Нет. Ничего нету. А-а-а-а-а-а. А может надо разбивать вот эти все? но это уже запаришься их всех развивать ну ладно зачем я это делаю может действительно так надо они осмотрите другое че-то какой-то артефакт я вот уже уничтожил зачем я это делаю так стойте надо подумать вообще ну сломаем эти артефакты а дальше что так сейчас мы обратимся к моему самому лучшему другу интернету он нам расскажет что да как потому что я вообще не в курсах там то и я могу про тратить время разбивая все это дело ничего не получить в итоге но мне надо просить от мод и и и блин ничего не понял я прочитал до какого-то привала ближайшего надо идти от блин я не понимаю какой ближайший привал что делать то ходить просто тут вокруг да около ну что туда нельзя что ли хорош круто наверное должна быть стена перегородка но она почему-то уехала а может да 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 может когда я убил этих вот тварей мне наверное нужно сейчас назад поговорить с этими привальщиками которые сидят они наверно что-то скажут и мы дальше пойдем ну в принципе логично я бы так и сделал верно если я был в реальной жизни но это не факт конечно еще и тем более ничего не написали что задание какого еще найти назад путь блин где путь назад все я в лабиринте я ненавижу лабиринты это ужасно я могу в них очень долго ходить стойте я слышу я слышу где-то они где-то со стеной они где-то рядом а а а я слышал звуки ты дэнь ты дэнь кстати вот выход они у них он 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 у них бляха где 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 блин только что выход видел из-за этого же может баг потом быть какой-нибудь ты быстрее можешь сука задыхаешься как ты задолбала ну вот как то так вижу немчик молчал когда вы его нашли а чёрт давай на ты давай на ты да нет орал как резанный а сейчас вот умолк прикидывается значит ну ничего ничего разговорим но сначала надо понять как отсюда выбраться идея есть ворота что-то блокирует с этой стороны наверное его кто отключили они пришельцы пришельцы здесь скорее мы а они черт его знает чужие они для нас ну пусть чужие наверное у них есть какой-нибудь командный центр или что-то вроде возможно и хотя что мы сможем и ухать хотя не факт что мы сможем его найти и понять что это и впрям центр может стоит попробовать предлагаешь прорваться вглубь их базы безумие я сюда и так отправился от безыходности когда ты перемест переместился на 80 лет в будущее с бухты барахты такие вещи уже не кажутся безумием как эти двое уверен все это дело дерьмо дело рук этих чужих возможно тут я смогу найти ответы на все вопросы может нам все таки придут на помощь очень сомневаюсь у меня есть подозрение что весь этот участок луны с базой и космонавтами точно так же куда ты переместился ну допустим думаешь мы вдвоем сумеем прорваться хоть сколько-нибудь далеко почему вдвоем а эта парочка они оба вооружены и оба свихнулись а это мы сейчас узнаем дед у меня к тебе разговор ну давай поболтаем конь шутишь время нас теперь че целая вечность слыхал о чем мы сейчас болтали я сынок хоть и старый но не глухой самое пекло сунуться решили вижу да сколько куда ж против бесовской силы помнишь ту прыгучий тварь от которой вас спасает парень его же получилось уничтожить ммм ты же хотел похотиться че что теперь тут випери если ты че черта подстрелить можешь а а то верно можешь и трех можно и тряхнуть стариной а то и что уселся тут и ревет как девицы а если мы этих чертей можем бить то какие то черти фу они черти я с вами ребятки добро ты теперь а ты стан так теперь ты гегер да не надо притворяться глухонемым немчик мое ружье получит его будет ну ооо так ты теперь ферштейн гуд имя фридрик гегер как сюда попал все подробно мы стали деревне новая горитовка не были недалеко от москвы для дальнейшего продвижения необходимо было форсировать речку и закрепиться на другом берегу в ходе форсирования я упал в ледяную воду но не успел опомниться как меня охватило яркое свечение а в следующий миг я оказался уже здесь увидел у деда русское оружие и набросился подумал что это партизан или что то вроде а потом нас прыгнуло это бист от которой нас спас фармхарфер для начала пойдет и какие планы на будущее не понял ну что ты планируешь делать не знаю в общем так мы отправим в клуб этой пещеры чтобы понять что происходит не сказать чтобы я этому рад но предлагаю и не сказать что я этому рад но предлагаю идти с нами либо сидеть тут и ждать пока тебя сожрут я в отличие от подобных тебе даю шанс на спасение хотя и не должен я пойду с вами ладно но я буду следить с тобой фриц но все погнали ну чтож все боль все более менее готовы двигаемся тыс тыс все еще уверен мы можем с ней и ждать смерти от голода обезвеживание тех тварей устроит нет тогда пойдем не спускай глаз снимца все давай погнали а вы а солдат он солдат он тоже ммм какой то у тебя странный ход и как ты спускаться будешь профессор бляха да чё ты делаешь то ну ну хер с тобой а ученый вы чё все в разные стороны побежали а кого я ну давай я за дедом побегу чё здесь бред бред чё за херня блин чё за бред ученый где все да вы чё хренели что все давай дальше ну и чё а бежит а блин ниндзя херов ну если бред на кашмарные твари ты как жить буду идем дальше двинулись помолясь я всех уже перебил пойдемте чё вы какие как тупенькие никого тут нет уже все мертвы блин а с вами было бы намного легче биться вы же бессмертные что это за звуки это чё какие-то другие твари ну что подождем еще для гарантии бля немец русским голосом заговорил чё это за хрень пси излучение какое-то ух ты ёпт смотри а это он наверное ими управляет как контролеры сталкера бляха отстань отстань сука отстань офигеть моё оружие все отлично убили его да вот двигаемся чё ждать то ну ладно я был неправ да не кто по русским голосом заговорил что это за херня ну куда дальше то чё ты назад куда то пошел или так надо ну это это провалива с . посмотрели жжусь какая то это точно вероятно что двигаемся ну выдвигаемся а блин сука жопа нужно загружаться так вот это вы Не балуй оружие Надвигаемся дальше Возможно еще не все Все мужики отбой Какой отбой Че они все на меня прут Не расходиться, ждем Ну что, подождем еще Для гарантии Всем спасибо, все свободны Блин, еще этот полтергейст Тихо, еще немного подождем В этом убили инопланетянина, блин Гуманоиды херова Вон он, сука Да блять Да блять Да почему меня-то, блин Ну ладно Да че на меня-то сразу все прут Блин, е-мое Ну там дед вкусный, ну, он старый, ну, мясо Несвежее бывает, ну, у врача Скушать этого, ученого Бежим Как-то вас много стало Не расслабляемся Всем спасибо, все свободны Тихо, еще немного подождем Где же они, командные центры, блин Давай, дед Мы с тобой, суперкоманда, блин Где-то я Одна семья Че, ждем Выдвигаемся дальше Там еще дашь какой-то стал виднее Думаешь, это оно? Не знаю Но может статься Уверен, там твари, там полным-полно Готов? Готов Блин, опять Сука Спатишка хотел меня Ай, блядь Ладно Загружаемся Блин, зря я тут фонари разбил Тебе же ни херна не видно У меня 30 патронов осталось Охренеть Сука Блядь, пиздец Пиздец С двух сторон Для гарантии Офигеть, он стрёмный Ё-моё Так Ну че ждать-то Где у них зал главный? Да-да Что-то я смотрел Эти пальцы Ничего особенного не увидел Чувствуется мне Что-то Это Это что-то другое Может быть Я видел Другой Стороне Зала Небольшой коридор Попробуем Посмотреть, что там Старик Геггер Останутся Сторожить пальцы А мы, если что, вернёмся Хорошая идея Не, на самом деле Херовая идея Слушайте, у меня вообще Патрон уже не осталось Ну там Немец заливается Блин Двенадцать патрон Охренеть Как-то не продумано Что-ли Ты просто не мог пройти? Нет Обязательно Надо по камню лезть Наверное Так и печней Блин Так, отлично Парни, не расслабляемся Да я тут один, как бы Чё? Ну что Подождём ещё Для гарантии Всё, мужики Отбой Хм О, тут дверь опять А, я же здесь был Блин Понятно Тут излучение Да-да Боже, мне это мерещится Если и мерещится То тебе не одному Вот это Больше тянет На центр управления Только вот Как этим управлять? Эти гуманоиды Почти не знают звуков Не знают звуков А в голове Я слышал какой-то писк Наверное Они телепаты Но мы-то нет Что будем делать? То же Что и любая Прямоходящая обезьяна В такой ситуации Я попробую Тронуть этот монолин Думаешь, стоит? Ну У тебя единственный Целый скафандр Лучше бы тебе его Не подвергать риску Лишний раз В конце концов Мне и самому интересно Что ж Действуй не пуха И Чего? Что? Ты что-то видел? О, да Видел Все-все Оно Мне Показало абсолютно все Ты в порядке? Ты не представляешь Он огромный Он безна Он полон звезд Что ты несешь, Кондратьев? Очнись Тебе удалось Что-то узнать? Мы дошли до него Одни из немногих Он ждал этого Он отпустит нас Иди Тебе можно Тебя можно ставить одного? Да Я посижу немного Ну, бывай Мы не одни Че? А То есть Нет А че делать? Как мети-то Эээ Да че Че делать? Эээ Эээ Ватафак Ща глянем Да господи Хм У меня ничего не произошло Какого хера? Я пойду Ну так я пришел Бред Ничего мне делать Может мне теперь к пальцам идти? А толку? Блять Окей Как всегда Придется глядеть на ютубе Так я конечно извиняюсь, что я Ээээ Сейчас при вас все это буду делать Ой Но я просто действительно не знаю, что делать На самом деле Действительно В моде очень много всего непонятного Поэтому Приходится Искать что да как Представьте, что это стрим А я стример Но только такой стрим Когда вы можете Тот момент, где я сейчас ищу Перекрутить Продолжение следует... Так Ну Я просто не хочу Оставлять все это дело на потом Так что Рекомендую вам Просто потом Перекрутить все это дело Пока я смотрю, что да как Ага 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 А, все, я понял Дорогие друзья, я все понял Идем обратно Да Только теперь надо найти этот путь обратно Да, только они к нам могут сейчас опять эти мастерики попасться по дороге И это будет очень херово, потому что патрон вообще нету Так, стоп Нет, 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 нет Все же туда, наверное Придется нам бегать от них, а че еще остается Нет, я... Ммм, да Что ж бывает Не, а как же все-таки хорошо, когда есть планшет? Так, стоп Неужели 5 На, тупик, да и я заблудился Ох, боже Еще он устает как назло, блин Реально, это бесит Откуда мы пришли-то вообще? Да Просто идти обратно, охренеть Нет, это, конечно, хреново очень сделано Да, блин Да, хорошее дыхание, ты меня реально уже бесишь Он меня бесит Тупик Бляха-муха Ох, да Круто я попал А вот этот пынь-пынь Это мне не нравится Значит, тут рядом есть люди Блядь, ну ты хватит задыхаться-то Сука, ну шо ж такое-то Я просто блуждаю Да, советую вам просто Сейчас перекрутить Потому что думаю, что это Надолго Я здесь был Я здесь был Там пальцы Пиздец Я заблудился Ненавижу лабиринты Я просто их ненавижу Сука, нет Ну ладно, что, сдох Ну значит, я иду правильно Ну то, что тут монстраки, это неправильно Откуда они взяли, если мы всех перебили А, чё я говорю, тут фашист дед Я вообще нахожусь в 2007-2007 году Где же выход, где же он? Блин, тупик Ой, боже Что ж А, вот выход Ну ладно, это хорошо Я уже близко Патрон, ни хера Если сейчас будет монстр, то будет жопа Ну так вообще мод, ни хера не объясняю, что делать, блин Да ёп Ту-ту-ту-ту-ту Интересно, у меня жизни прибавляется Да, прибавляется Это прикольно Переместились Да Да Учёный ушёл Круто Придётся мне одному добираться до них Самому Опять тишина лунная Лунная безмолвие Да, длинная оказалась всё-таки часть Я уже думал, что финал оказывается Тут, блин, всё так закручено Это чё такое? Тарелки Я, по-моему, сейчас с ума сойду Реально, тарелки Охренеть Охренеть Тарелки Вы представляете Тарелки Инопланетяне нападают на Луну Или мы на них напали Мы же всё-таки вторглись, может, в их дом Сука РЕН-ТВ Не врали А я-то им не верил А я им не верил РЕН-ТВшникам Они оказались правы Надо было больше смотреть Этих научные передачи Может быть, я Быстрее бы прошёл Этот мод А так я тут блуждаюсь Блуждаюсь Если бы я Увидел летающие тарелки Я бы охренел И со всех ног Бежал на базу Просто со всех ног Но наш Главный герой Звягинцев Не хочет Поступать так же, как я Он бесстрашный ублюдок Поэтому он Тарелка Тарелка Летит Ещё они Они возвращаются откуда-то По-моему, сейчас наступит Тун-тун-тудун Тун-тудун Тун-тудун И мы все будем покорены Империей Я задыхаюсь Ё-моё Так, стопэ А я не туда иду, что ли? Бляха А я вообще тут На той луне Вроде бы на той Или не на той? Это дерьмово Так Где наша база? Она где-то рядом Она где-то рядом же Ё-моё Блин Да хорош прикалываться И я Я уже подустал даже Где наша база? Блин, вы серьёзно? Они издеваются надо мной Да Круто, чё Сука Вот тут Учёный Засранец, а Мог бы меня подождать Скотина А, вот она Наша база Всё-таки правильно я шёл Поэтому никаких проблем Патронов нету От инопланетян нечем обороняться Круто Будем палками их бить Почти Ну почти дошёл же Ё-моё Давай Давай Я в тебя верю Аллилуйя 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 Я дошёл Опа-па Агент Кларк Поговорить со старшим агентом Кандидом Кандид Да-ка Он находится дальше По коридору Эм Ладно Бо Привет, брат Это шмеченый Ха-ха Ну ладно Будет Кандид Приветствую, лейтенант С нетерпением ждал Нашей с вами встречи Слишком много людей Странных костюмов За один длинный день Вы ещё кто? Старший агент Кандид Комитет Системной безопасности Нам с вами Постоит долгий разговор Можете Сдавать Интересующие вас вопросы Кандид Это ваше имя Или фамилия? Оперативный псевдоним А может И не пришельцы? Суки А где же Боумен? Где же наши соратники? Давно вы прилетели? Я думал Земли лететь достаточно долго Мы прилетели С военной базы Клавий-2 В 20 километрах отсюда Военные базы? С каких пор на луне Стоят военные базы? Очень давно Почти 70 лет Сколько? Какой же сейчас год? 2 тысячи Сто Сорок Шестой Охренеть Мы с вами Ёп Твой налево О боже Ещё дальше От дома Ладно Тогда у меня Точно есть что Спросить Конечно Спрашивайте Где экипаж Капитан Боумен И все остальные Куда вы их дели? Не переживайте Экипаж капитана Боумена Уже Допрошенный Отправлен на военную базу Клавий-2 Для медицинского Следования Они сообщили нам О вас И вашей Вашим необычным Появлением Среди них Поэтому Мы И здесь Здесь наверное Надо Начать с самого начала Ну что ж Давайте начнём В 2077 году Исследователи Впервые обнаружили Странные сигналы Идущие Из нескольких точек На Луне Впервые Международные экспедиции Садились Неподалёку От этих источников Излучения Но их ресурсов Патало только на то Чтобы обнаружить Постройки Подобные Расположенные Неподалёку Тогда Было решение Провести Средиство Луной базы Вблизи Одной Из таких построек Для этого В Чёрный В Чёрный район В 2078 Году Была отправлена Четвёртая экспедиция Под командование Майора Томаса Боуи У них Имелись Боевые Андроиды Пригодные Для защиты И выполнения Различного Спектра Задач А также Целый штат Современных На тот момент Машин помощников Никто не подозревал Что они выйдут Из строя Кстати Боуи Кельвин До сих пор Лежат Недалеко Отсюда Мы Примем Меры Спасибо После того Как связь пропала Командование Выслало Пятую экспедицию За два месяца До срока Речь шла о том Чтобы Спасти Их предшественников И все результаты Следований Проинформирован Об этом Только капитан Боумен Так вот Почему Он так упорно Отрицал Ефремова и Абалкина Про инопланетян Ах ты Сука Все знала Именно Но здесь Случилось Непредвиденный Участок С базой Словно Вырезали Из поверхности И не только Его На месте Всех Сорока От двух Участков На обеих Сторонах Луны Появились Идеально Ровные Полусферы На земле Началась Паника Начали формироваться Куча комиссий И прочее Потом Мировые державы Взяли себя в руки И сформировали Всемирное агентство По безопасности Предтечу В внешней КСБ В обязанности Агентства Вменялся Мониторинг Окружающего космоса И в первую очередь Луны На предмет Появлений Деятельности Земных Космолизации Направленных Против человечества 42 инопланетные базы Крутовато Да Но человечество Очень быстро Сплотилось Против инопланетной угрозы В считанные годы Вокруг полусферы Были установлены Военные базы И научно-исследовательские Лаборатории Были основаны Колонии на Марсе Лунах Юпитера Сатурна Они призваны Способствовать Сохранению человечества На случай Непредвиденных обстоятельств Вроде нынешних Да Когда несколько часов назад На месте Котлованов На мгновение Ока Появились украденные Участки поверхности Мы Немедленно Вылезли сюда Обнаружив Пропавший бункер А в нем Пропавшую экспедицию Если вы Проследуете Его ворота Вы обнаружите Еще трех человек Космонавты Контрактивы Двух людей Которых Как и меня Перестовывал Времени Мы непримерно Этим займемся Еще вопросы Да Есть парочка Конечно же Спрашивайте Надо мной Проделают Трицающие тарелки Не знаю Куда они Направлялись Но думаю Вам стоит Это знать Летающие Ааа Вы о дискетах Наша передовая Разработка Специально для Охраны лунных Периметров Теперь должно быть Еще более актуально То есть Это не Инопланетные корабли Бросьте Силы Объединенного Человечества Хватило на Открытие множества Многих физических Принципов Которые до этого Считались Фантастикой Как бы мне Теперь тут Освоиться Я Вот что-то еще Хочу спросить Конечно Спрашивайте А что случилось На земле После того Как я пропал Должно быть Поднялась шумиха Да Это точно Пока мы ожидали Вас Я навел Справки Все замели Насколько это Было возможно Вы расслабились Прямо на глазах Своих Сослуживцев И Полудюжина Ученых Майор Орехов Потом Уволился И отправился Жить на Крайний север Двое других Погибли в Чечне Пусть земля им Будет пухом Сожалею Но они все равно Уже давно мертвы Теперь нам надо решить Как быть с вами Вы же вряд ли сумеете Путешествовать во времени К сожалению Да Вам как и всем остальным Придется Привыкать к миру 22 века Мы поможем вам Конечно И Раз уж Вы подняли вопрос Я бы хотел Предложить вам Работу на КСБ Вот так сразу Мы смогли бы выжить По ту сторону врат Плюс ко всему Вы являетесь военным С опытом Ведения боевых действий Такого здесь нет Ни у кого Мне нужно подумать Подумайте Когда мы прибудем На базу Клави-2 Вы сможете определиться Ладно Еще кое-что Кажется на этом все Тогда я вызываю Дисколет И мы Можем лететь По пути Я буду задавать вам вопросы Идет Идет Черт Это был Очень долгий день То есть Это все Получается Ну что же Интересный такой мод Получился В принципе Но Есть конечно Недостатки С этим бегом Все такое Но в принципе Я все говорил уже На протяжении всей Игры Так что Если что Можете Глянуть в прохождение Там все сказано Но За свою необычную концепцию В принципе Мод может Получить 4 И 8 Где-то А тут Играет Очень странная музыка Так что Всем Пока